Четвертый раз на Кип-Атлетике. Каждый раз трасса меняется. Правила меняются, появляются новые протезы, новые возможности, и судьи придумывают нам какие-то новые задания. Вот я, допустим, столкнулся с тем, что у меня беде парное, и мне сложно. Ребята с одной рукой, допустим, держат бутылку протезом, здоровой рукой открывают. Мне придется на равных участвовать с ними, я буду одной рукой держать бутылку, а другой как бы откручивать. Данная трасса в основном настроена на протез, хват тремя пальцами, или щопа, еще и называют, от слова щипать. А мой же протез, Винцент, он намного функциональнее. Может делать намного больше. То есть я могу палец поднять, допустим, перестроить руку. Видите? Хотел еще рассказать про одно преимущество такое, очень важное, именно вот Винцент, четвертая серия, которая у меня. Она влагозащитная. У ней прорезиненные пальцы. То есть каждый палец заточен под тачкой. То есть я могу спокойно управлять сенсорным телефоном. Вот, допустим, пример. Парень, за мной который, да, он сейчас берет бутылки. А бутылка не скользит только за счет того, что прорезиненные пальцы. Она уменьшает хват. Если взять другие протезы, у них карбон или еще какой-нибудь акрил, очень скользкий материал, и приходится что-то придумывать, одевать в перчатки. Здесь же дополнительно ничего не нужно. В прошлом году на трассе я допустил одну ошибку, поэтому стал вторым. Извлек оттуда хороший урок, что не надо торопиться, надо выполнять задания качественно, без спешки. Здоровой рукой вы отворачиваете. Приходил в прошлом году сюда же на ВДУХ, просто как зритель, посмотреть. Хочу поучаствовать, попытать свои силы, помочь команде до лайф. Ну, бутылки, надеюсь, получатся, стаканчики. Я смотрел предыдущее выступление, видео, там на ногах было и тренировался, я пытался, гораздо проще. Тут есть ряд сложностей. Ну, я думаю, справимся, несколько раз попробовать, пойму, какой захват удобнее. До этого как-то несколько схватов выучил, ими пользовался, а остальными, ну, не получается, и как-то, ну, и ладно, нету их, и нету. А сейчас пригодятся все. Все возможности, ну, здесь, в данных этапах, я так понимаю, что нужно использовать все возможности этого протеза. Судьи готовы, участники готовы. Внимание, старт! Первый раз приехали на соревнования по кип-атлетике. Это вообще первый мой опыт. Я даже в обычной жизни не участвовала ни в каких соревнованиях. испытала свою ногу, ногую. Она меня не подвела, показала себя хорошо. В силу моей неопытности, как недавнего пользователя, ну, наверное, больше моих недочетов, чем недочетов ноги. Как для новичка, люди годами ходят, и, как бы, некоторые по три задания с трудом выполнили. А я с мая месяца и тоже выполнила три задания. Переходы по ящикам интересно, но проблема не в протезе, а в своей ноге. На ней надо хорошо держать равновесие. По наклонной поверхности, наверное, это самое интересное для меня было. Тоже тут учитывается то, что с нее сходить нельзя, и надо наклониться и достать предмет. То тоже непросто надо себя контролировать. Новые эмоции, новые открытые в себе возможности, новые знакомства. Это все новое для меня. Сегодня мы соревнуемся и показываем, как мы научились пользоваться своими дополнительными руками, как говорится. Первый раз, я на таком соревновании первый раз, потому чуть-чуть сказалось волнение. Новинку была змейка, но она на самом деле не столько сложная, сколько скоординированная. Сложно было по поводу мультипобиляции, это, наверное, со стаканчиками, потому что переворачивать одновременно, просто составить это одно, а вот их и переворкнуть, и поставить, это было сложновато. Вот использовал в основном вот этот хват, вот это он как бы такой, когда особенно с бутылками. Потом вот использовал вот этот хват, это тарелки, вот, ну, удобно очень брать было. Ящик открывать тоже им я открывал. Винценту у меня полгода, ну, чуть больше полгода, я получил ее в январе. Осваивал я ее очень быстро, я скажу так, потому что настолько понятно ее действие, что мне хватило пару дней, чтобы запомнить каждый хват, что за чем действует. Атмосфера дружественная, особо никого не знал, но все дружелюбно относятся, помогают, подсказывают. Ну, что, впрочем, и помогло, допустим, с какими-то бутылочками там что-то как-то переставить. Ну, вот под чашку, да, там вот такой-то, это под мелкую моторику, да, вот это вот, ну, захвачивать что-то там. Ведущий во время прохождения трассы рассказывал обо мне, да, о моих заслугах, о том, что, кем я на данный момент являюсь, какие спортивные звания есть, если сказать честно, я этого не слышал ничего, я был полностью в трассе, у меня была цель, к которой я шел, что там говорят за кадром, это меня меньше всего интересовало. Внутри тремор, команда в старт прозвучала, все, идет тремор, начинается волнение, и совершаешь ошибки, которых во время тренировки, их не допускаешь просто-напросто, не происходят они, так скажем. Общение, знакомство с людьми, каждый делится своим опытом, взаимодействие как с техническим средством реабилитации, как его добиваются, новые знакомства, новые люди появляются, опять же, имея опыт, уже их настраиваешь, подсказываешь им как-то, где-то, как, что поступить. Ну, а следующие кем-атлетики обязательно будут. Вы хотите спросить, что это за кубок? Это кубок, первое место нашей команды. Наша команда In The Light сегодня на Кип-атлетике в 2023 году в город Москва. Август. Мы заняли первое место. Мы лучшие. Лучшая команда? Команда In The Light! Я вообще не ожидал, что я выйду в полуфинал. Мне ровно хватило одной секунды, чтобы попасть в финал. И я не верил, не знаю, до 11 часов вечера я не осознавал этого абсолютно совсем. И вот благодаря поддержке наших коллег, так сказать, сотрудники, именно сотрудники In The Light! Они сделали очень большой вклад в том, что мы выступили, как мы выступили. Мне кажется, и поэтому мы и выиграли. Это общая победа, и я очень рад, что я в этой команде. Очень рад. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ